Мне отмщенье и ас воздам. Часть первая. Глава первая. Все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Все смешалось в доме Облонских. Жена узнала, что муж был в связи с бывшую в их доме француженкую гувернанткой и объявила мужу, что не может жить с ним в одном доме. Положение это продолжалось уже третий день. И мучительно чувствовалось и самими супругами, и всеми членами семьи, и домочадцами. Все члены семьи и домочадцы чувствовали, что нет смысла в их сожительстве. И что на каждом постоялом дворе случайно сошедшиеся люди более связаны между собой, чем они, члены семьи и домочадцы Облонских. Жена не выходила из своих комнат. Мужа третий день не было дома. Дети бегали по всему дому, как потерянные. Англичанка поссорилась с экономкой и написала записку приятельнице, прося приискать ей новое место. Повар ушел еще вчера со двора во время обеда. Черная кухарка и кучер просили расчет. На третий день после ссоры князь Степан Аркадьевич Облонский, Стива, как его звали в свете, в обычный час, то есть в восемь часов утра, проснулся не в спальне жены, а в своем кабинете на софьянном диване. Он повернул свое полное выхоленное тело на пружинах дивана, как бы желая опять заснуть надолго. С другой стороны крепко обнял подушку и прижался к ней щекой. Но вдруг вскочил, сел на диван и открыл глаза. Да, да-да-да-да-да-да-да, как это было, думал он, вспоминая сон. Да, как это было, да. А Лабин давал обед в Дармштадте. Нет, не в Дармштадте, а что-то американское. Да, но там Дармштадт был, в Америке. Да-да-да, а Лабин давал обед на стеклянных столах. Да, и столы пели «Ильмио Тессоро». И не «Ильмио Тессоро», а что-то лучшее, какие-то маленькие графинчики. И они же женщины, вспоминал он. Глаза Степана Аркадьевича весело заблестели, и он задумался, улыбаясь. Да, хорошо было, очень хорошо. Много еще там было отличного. Да не скажешь словами и даже мыслями наяву не выразишь. И, заметив полосу света, пробившуюся сбоку одной из суконных стор, он весело скинул ноги с дивана. Отыскал ими, сшитые женой, подарок ко дню рождения в прошлом году, обделанные в золотистые софьян туфли. И по старой девятилетней привычке, не вставая, потянулся рукой к тому месту, где в спальне у него висел халат. И тут он вспомнил вдруг, как и почему он спит не в спальне жены, а в кабинете. Улыбка исчезла с его лица. Он сморщил лоб. Ах, 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 замычал он, вспоминая все, что было. И его ображению представились опять все подробности ссоры с женой. Вся безвыходность его положения и мучительнее всего собственная вина его. Да, она не простит и не может простить. И всего ужаснее то, что виной у всему я, виной я, а не виноват. В этом-то вся драма, думал он. Ах, 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 приговаривал он с отчаянием, вспоминая самые тяжелые для себя впечатления от этой ссоры. Неприятнее всего была та первая минута, когда он, вернувшись из театра, веселый и довольный, с огромной угрушей для жены в руке, не нашел жены в гостиной. К удивлению, не нашел ее и в кабинете, и, наконец, увидал ее в спальне с несчастную, открывшую все запиской в руке. Она, эта вечно озабоченная и хлопотливая и недалекая, какой он считал ее, долли, неподвижно сидела с запиской в руке и с выражением ужаса, отчаяния и гнева смотрела на него. «Что это? Это?» спрашивала она, указывая на записку. И при этом воспоминании, как это часто бывает, мучило Степана Аркадьевича не столько самое событие, сколько то, как он ответил на эти слова жены. С ним случилось в эту минуту то, что случается с людьми, когда они неожиданно уличены в чем-нибудь слишком постыдном. Он не сумел приготовить свое лицо к тому положению, в которое он становился перед женой после открытия его вины. Вместо того, чтобы оскорбиться, отрекаться, оправдываться, просить прощения, оставаться даже равнодушным, все было бы лучше того, что он сделал. Его лицо совершенно невольно, рефлексы головного мозга, подумал Степан Аркадьевич, который любил физиологию, совершенно невольно вдруг улыбнулась, привычную, доброю и потому глупою улыбкой. Эту глупую улыбку он не мог простить себе. Увидав эту улыбку, Долли вздрогнула, как от физической боли, разразилась со свойственной ей горячностью потоком жестоких слов и выбежала из комнаты. И с тех пор она не хотела видеть мужа. «Всему виной эта глупая улыбка», думал Степан Аркадьевич. «Но что же делать? Что делать?» С отчаянием говорил он себе и не находил ответ. «Все нет». Продолжение следует...